заведующий отделом оценки медицинских технологий НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Холовня Волоскова, Мальвина Эвак, индикатор медицинских наук. Пожалуйста. Да, мы видим, видим и слышим. Да, хорошо. Я постараюсь быстро рассказать, так как мы немножко выбиваемся из регламента. Да, мой доклад связан с предыдущим докладом Александра Геннадьевича, потому что, ну, Александр Геннадьевич рассказывал про коле, про качество жизни, поэтому я не буду подробно задерживаться на этих слайдах, которые касаются теории. Итак, про показатели эффективности оказания медицинской помощи тоже Александр Геннадьевич рассказал, что там, кроме того, что важна эффективность, то еще важна и безопасность, удовлетворенность пациентов и показатель летальности. Про компоненты качества жизни стоит сказать то, что там входит качество жизни, связанное со здоровьем, которое затрагивает восприятие здоровья, функциональный и психосоциальный статус. Про коле тоже Александр Геннадьевич рассказывал, не буду повторяться. Что это такое? Чтобы измерить качество жизни, используются разные опросники для качества жизни, связанного и не связанного со здоровьем. Опросники для измерения качества жизни, связанного со здоровьем, делим на общие и специфические опросники. Общие опросники, тут есть несколько вариантов. Самые популярные из них – это SF36, SF12 и EQ5D. Семейство опросников EQ5D хорошо всем известно. Больше 200 языковых версий, 5 доменов, 30 лет применения. Три варианта. В клинической онкологии, что касается оценки качества жизни самих онкологических пациентов, оценка этого качества жизни следует в нескольких направлениях. Это контролируется симптомы, особенно при лечении злокачественных заболеваний с плохим прогнозом, а также изучается влияние поддерживающего лечения, если такое применяется, и оценивается прогноз выживаемости. Онкологические опросники тоже есть, их несколько, естественно, видов. Один из самых популярных, про которые я немножко расскажу, это опросники Европейской организации по исследованию и лечению рака. Это 5 функциональных шкал, отражающих физический, ролевой, познавательный, эмоциональный и социальный статус пациента. Там есть также 3 симптоматические шкалы. Шкала общего состояния, уровня здоровья, состояния здоровья, уровня качества жизни. И там также включены дополнительные симптомы, одышка, нарушение сна и другие. Что касается результатов измерения, не буду подробно останавливаться. Слайды будут, я думаю, выложены на сайте. Можно про это прочитать. То, что хотела сказать, показать, как выглядит результат применения этого опросника, видите на слайде. Это исследование качества жизни онкогоматологических больных 2004 года. Солдатовой Галины Сергеевны и соавторов. Как вы видите, отражаются разные составляющие качества жизни больных онкологическими заболеваниями. Также исследуются отдельно, как я сказала, определенные симптомы, и они также отражаются на определенной шкале. Что важно у онкологических пациентов? Это меры по улучшению качества жизни, потому что кроме того, чтобы лечить пациента терапией, которая влияет на онкологическое заболевание, тоже следует оценить и лечить болевой синдром, инфекционные осложнения, оценка и лечение тошноты и рвоты, нарушение гомопоэза, невирологических кожных и других осложнений, потому что эти все факторы существенно влияют на качество жизни больного. И в выводах я хотела бы рассказать, что в области онкологии существует большой выбор опросников для качества жизни, для измерения качества жизни. И при его планировании, при планировании лечения больных и клинических исследований лечения больных следует учесть так достоинства, как и недостатки существующих вариантов опросников, так специфических, как и общих. Спасибо большое. Если есть вопросы, то готова ответить.